Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы порассуждать на такую тему, как «Как реагировать на оскорбления, критику, хамство и все это вместе зло. Как реагировать на зло?» И прежде всего, поводом для этого видео послужило многочисленные короткие видео, которые выставляются на YouTube, и люди говорят о 7, 8, 10 разного количества способов, как реагировать на зло. Это актуальная тема. И, посмотрев некоторые из этих видео, я пришел к заключению, что необходимо небольшое видео на эту тему, и с моей стороны в том числе, потому что человек не бывает готов к тому, как реагировать на проявления, оскорбления, критику, хамство на зло. И это происходит с каждым человеком. И не всегда кто сильнее, тот и прав. Не всегда. И мы можем это видеть в мире, это все видимый физический мир, где оскорбления и хамства проявляются достаточно часто, и даже по телевидению мы видим передачи, где одновременно говорит несколько человек, произносят оскорбительное друг по отношению к другу и так далее. Это все происходит. Одно дело критика, а другое дело оскорбление и хамство. Это надо различать. Если человека критикуют, то человеку на физическом, человеческом уровне необходимо произвести анализ, а почему его критикуют, а что является причинами этому. И по-человечески возникают вследствие вот такой агрессии, это обиды, несправедливость, гнев, ярость и желание отомстить. В любом случае, все это и обиды, и несправедливость, и гнев, и ярость, и месть, это ранение, это ослабление физическое и духовное человека. В духовном мире ничего случайного не бывает. И если Бог, всезнающий, всевидящий, всеслышащий, допускает в жизнь человека испытания через оскорбление, критику и хамство, то необходимо понять, почему Бог это допускает. А Бог может допустить это для того, чтобы человеку лишний раз объяснить, что несовершенны люди, несовершенны. Есть очень много людей, которые больны, как духовно, так и физически. Следующее, это влияние врага на человека и его порабощение. И это проявляется через оскорбление, критику и хамство. И третье, это Бог ожидает от человека правильных, с любовью, добром, действий по отношению к этому человеку или группе людей, которые могли его оскорбить. Необходимо помолиться за этого человека или за эту группу людей, благословить их и в чем-то им помочь. Иногда это бывает простой, небольшой знак внимания. И я хотел бы рассказать о своем опыте. Однажды, работая в Ганновере на всемирной выставке, я мыл стекла. Были большие павильоны. Я мыл стекла до двух метров высотой, снаружи и внутри павильона. Это был день. И один молодой человек, среди бела дня, трезвый, это был немец, толкает ногой только что помытую дверь из стекла. И смотрит на меня с вызовом, ожидая, что я что-то скажу. Я сдержался. В то время я не был верующим человеком. Я сдержался, не сделал никакого замечания. И когда этот человек вышел из павильона на улицу и стал говорить по телефону, я подошел и помыл след от его обуви на стекле. Дверь открывалась наружу. И когда он поговорил, а я продолжал работу, он открыл на себя дверь, не имея возможности толкнуть ее. А затем взял и ногой снова придержал ее, оставив второй раз след от своей обуви на двери. И вновь я сдержался. Я не понимал, что происходит. Как это возможно, да? И впоследствии я, работая, пришло у меня в сердце это желание. Я вышел на улицу и в одном из снэк-баров купил небольшую шоколадку Риттершпорт. Зашел в павильон. Павильон еще не был заполнен всеми фирмами. Он был полупустым. Я издали увидел то место, где располагалась фирма этого молодого человека. Я иду к нему. В руках у меня это шоколадка. А он, увидев меня издали, приготовился, что сейчас что-то будет в выяснении отношений. Но когда я подошел, то я сказал ему следующие слова. Я извиняюсь. Сегодня не лучший день, может быть. Но я хотел бы вам подарить вот эту шоколадку. Пожалуйста, возьмите. Этот человек даже не стал со мной разговаривать. Не стал разговаривать. Он просто отвернулся. На лице была гримасса у него. И видя, что бесполезно с ним разговаривать, я ушел. Через некоторое время у нас была на работе пауза. Две паузы по полчаса. И бригада была интернациональная. В основном это были югославы, русские, немцы. Я рассказал о случившемся. Все надо мной посмеялись. И выразили только одно желание. Надо было подойти к нему и ударить его. Хорошенько. Чтобы он это понял. Как это так. И так далее. Тем не менее, я взял этой шоколадкой. Угостил в бригаде просто кого-то, кто хотел бы с кофе или с чаем попить. И на этом думал, что все закончилось. Но рабочий день подходил к концу. Оставалось примерно около часа, может быть меньше, до завершения нашей работы. И вдруг сзади меня стоит человек. Я мою стекла. И он говорит, я извиняюсь. Я поворачиваюсь. Стоит тот самый молодой человек. Ему было около 30 лет, может быть. И он мне говорит такую вещь. Вы знаете, от меня ушла жена и забрала ребенка. И вот я пришел на работу. Мне ничего не важно. Я не знаю, что мне делать. Как мне вернуть мою жену с ребенком назад домой. Я сказал, к сожалению, я не могу вам помочь. Но я понимаю, насколько вам тяжело. Я не стал говорить о запачканных стеклах. Это было вообще не важно уже в этой ситуации. И вдруг из-за спины этот парень достает большую коробку конфет. И говорит мне, примите с извинением от меня. И, конечно же, я принял. Я прихожу за 15 минут до окончания работы. В нашу переодевалку, раздевалку. Где мы делали паузы. И вот люди собираются. Я достаю коробку конфет. И говорю, вы знаете, что это такое? Все стали улыбаться. Кто-то засмеялся и говорит. Ты решил купить этому немцу большой подарок. Думай, что он изменится. Но я сказал, что только что произошло, и никто не верил. Никто не поверил, что это было так. И некоторые мне говорят, я сейчас пойду проверю. Покажи мне, где он, и так далее. Я говорю, да, я сейчас покажу. Но прежде всего, смотрите, я хотел бы угостить вас этими конфетами. И сказать, не всегда надо быстро решать какие-то проблемы. Проблемы, они возникают у всех людей. Иногда надо дать возможность, дать время человеку передумать, одуматься и осознать что-то. Так или иначе, когда возникают проблемы, надо смотреть всегда и духовно в том числе. А духовно надо смотреть с любовью и добром. И это очень важно. Это очень важно. Из Библии хотел бы привести на тему зла, а оскорбление, критика и хамство – это зло. Несколько стихов. Апостол Павел Кремлинов в 12 главе, 21 стихом, пишет следующее. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Принцип пожарных. Первое послание Петра, 3 глава, 9 стихом. «Не воздавайте зло за зло» или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.